Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередные кандидаты выборов 2018 года Национального собрания Республики Западная Армения. Глава МИД. Попытки переместить переговоры по Арцаху в другие плоскости мешают региональной стабильности. Премьер-министр Николай Пашинян 24 сентября встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутришем. Обвал турецкой лиры может спровоцировать продовольственный кризис. Глава МИД Франции. Война в Сирии может перерасти в перманентный региональный конфликт. Президент Ирана заявил о сохранении присутствия в Сирии до полного разгрома террористов. Премьер-министр Армении посетил 24 сентября знаменитый музей-метрополитен в Нью-Йорке, где проходит выставка под названием «Армения». Саркис Демирчан родился в 1962 году. Жил в Ливане по рабочим обстоятельствам, также в Сирии. С молодых лет был задействован в различные национальные деятельности, выражая тем самым свою патриотическую готовность. Желает присоединиться к правительству Западной Армении для более продуктивной работы и проявления своих возможностей во благо всех армян. Анрина Васардиан родилась в 1988 году в Гюмри. Несет ответственность за Министерство культуры Республики Западная Армения. Желает распространять права и обязанности нашего народа во всех армянских общинах. Выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западная Армения этого года началось 1 февраля 2018 года. И состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. В Национальное собрание Республики Западная Армения парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Глава МИД Армении Зограб Манацаканян в рамках визита в Нью-Йорк провел встречу с главой МИД Туниса Хемаис Дженави. Как сообщает пресс-служба МИД, стороны коснулись ряда вопросов двусторонней и многосторонней повестки. Собеседники подчеркнули обоюдную готовность к практическим шагам с целью активизации политического диалога и использования существующего большого потенциала, в том числе по вопросу проведения политических консультаций между МИД двух стран. Стороны детально обсудили подготовку к проведению саммита франкофонии в Ереване. Министр Манацаканян представил собеседнику приоритеты представительства Армении в МОФ. Собеседники коснулись урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Министр Манацаканян подтвердил готовность Армении к исключительно мирному урегулированию под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этом контексте глава МИД Армении отметил, что попытки переместить переговоры по Арцаху в другие плоскости мешают региональной стабильности и попыткам международного сообщества по установлению мира. Премьер-министр Никол Пашинян 24 сентября встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеришем. Стороны обменялись мнениями о проведении досрочных парламентских выборов в Армении и отметили важность таких реформ, которые технически исключают возможности избирательных фальсификаций. Он также подчеркнул важность тесного и крепкого сотрудничества между правительством Армении и ООН в сфере защиты и укрепления ценностей ООН. Премьер-министр подчеркнул, что Армения активно участвует в работах Организации Объединенных Наций и ее структур, добавив, что дальнейшая целевая помощь ООН может стимулировать и укрепить потенциал развития Армении. Гутериш выразил уверенность, что эффективное сотрудничество с Арменией будет еще более укреплено и развито. Коснувшись политических изменений в Армении, генеральный секретарь ООН отметил, что процесс мирной передачи власти в Армении является ярким явлением и выразил надежду, что страна пойдет по пути прогресса, осуществляя все новые и новые реформы по разным направлениям. Падение турецкой лиры привело к огромным потерям экономики страны. Из-за девальвации лиры торговля с международными партнерами значительно ограничилась. Турецкие компании могут импортировать очень мало товара со своими деньгами в долларах и евро. Например, экспорт немецкой техники в Турцию впервые в пять месяцев этого года, то есть до снижения турецкой лиры, снизился на 4,5%. В целом, торговля с немецкими компаниями в Турции приведет к разочарованию. В 1994 по 2011 годы объемы экспорта турков составили от 3 до 20 миллиардов долларов. Позже, однако, произошло снижение продаж, а падение объемов экспорта стало заметным. Девальвация турецкой лиры также вызвала серьезные проблемы в сельском хозяйстве. Существенная девальвация может привести к кризису хлеба. Например, российский экспорт пшеницы в Турцию значительно снизился. Только правительство может заплатить требуемые цены. Американская компания Standard & Poor's заявила, что если в начале июля 20-25 кораблей с зерном отправлялись ежедневно, то сейчас ежедневно отправляются только 5 судов. Нехватка пшеницы может привести к опасному кризису. Вот почему правительство продало часть запаса пшеницы в августе. Девальвация турецкой лиры также оставила свое влияние на симмиты. Цены на симмиты за 4 месяца выросли на 76%. Война в Сирии может перерасти в перманентный региональный конфликт. Такое мнение высказал в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в начале своего визита на 73-ю сессию Генассамблей ООН. По словам Ле Дриана, правительство президента Сирии Башара Асада, несмотря на военные успехи, пока не может добиться победы в этой войне. Мы не можем сказать, что Асад добился мира. А когда выигрываешь войну, не добившись мира, это значит, что война не выиграна. Повторюсь, пока мир не достигнут, победа в войне не достигнута, сказал он. Как подчеркнул французский министр, достижение мира в Сирии заключается в политическом урегулировании этого конфликта. В ответственности Асада, а также тех, кто его поддерживает, запустить политическое решение для окончания этого конфликта. В противном случае мы рискуем перейти в своего рода перманентную войну в этом регионе, отметил Ле Дриан. Иран намерен сохранить свое присутствие в Сирии до тех пор, пока террористические группировки, орудующие в этой арабской стране, не будут полностью разгромлены. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Ирана Хасан Роухани в интервью американскому телеканалу NBC, которое опубликовано в понедельник. «Наше присутствие в Сирии обусловлено исключительно волей сирийского правительства», отметил президент. «Когда террористы в Сирии будут побеждены, и терроризм прекратит там свое существование, а сирийское правительство более не будет в нас нуждаться, тогда наше сохраняющееся присутствие в Сирии будет лишено смысла и предназначения», указал Роухани. Премьер-министр Армении посетил 24 сентября знаменитый музей Метрополитена в Нью-Йорке, где проходит выставка под названием «Армения». Об этом новости Армении Ньюс ЭМ сообщили в пресс-службе правительства. Пашинян прогулялся по выставочным залам, ознакомился с лучшими образцами армянского искусства и культуры 4-6 века. Премьер-министр отметил, что 2018 год является символическим, поскольку за это время армяно-американские культурные связи значительно укрепились. В этом году отмечается 400-летие присутствия армян на этой земле. В 1618 году первый армянин по имени Мартын достиг берегов Вирджинии и обосновался в Джеймстауне. «Начиная с этого дня присутствие наших соотечественников на этой земле не прерывалось», отметил Пашинян. «На сегодня у нас все». Далее мы представим вашему вниманию песню Комитаса «Ель-Ель» в исполнении хора «Говер». 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 Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь с миром.